Доброе утро, друзья! Это Орел и Решка. Привет! Сегодня мы прилетели в Доху, столицу одной из самых богатых стран в мире – Катары. Может быть страна богатая, но сам город сам по себе очень маленький, регионный. Здесь адская жара повсюду и пустыня, пустыня, пустыня. Нефтяные магнаты, скважины, бриллианты, золото. Да-да-да, как же я все это люблю. Я вон уже подготовилась быть шейхеней. Давай, подкидем. Давай, да, подкидываем монетку, узнаем, кто на этот раз по-настоящему шейханет. Орел. Решка. И шейханет на выходных кто? Да! Орел. 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 Я в каждой программе хожу к этим папкам, шаманкам, колдуням. Орел. 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 Сто долларов простой катарский шейх тратит в среднем за четыре с половиной секунды. Итак, сто долларов – это 371 реал. Этого мне хватит, чтобы не есть, не пить, не поселиться в гостинице и не жить. А, магнит! Мне хватит на магнит точно. Я извиняюсь, а где все туристы? Буду говорить всем, что я арендовала себе целый автобус. Поехали, поехали! Трогай, трогай! Катар находится на Аравийском полуострове. Вот он, маленький. А вот Доха – самый большой город в Катаре. Вокруг только пустыня. Я арендовала самую популярную машину в Катаре – большой белый джип. Большой – чтобы было удобно. Белый – чтобы на солнце не нагревался. А поцарапанный – потому что на нем не только по городу, но и по пустыне гоняет. Я решила провести выходные. Как шейха. Да-да, именно шейха. Такой титул здесь носят женщины из правящей семьи. Самая известная – шейха Моза. Жена предыдущего эмира. Она не носит хиджаб, владеет модным домом Валентина и дружит с принцем Чарльзом. Только подумайте, у этой женщины семеро детей. А один из них – нынешний правитель Катара. Вот он – Дамин бин Хамад Альтани. Доха – это типичная арабская столица с кучей небоскребов. Кто бы мог подумать, да, еще 30-40 лет назад здесь не было ничего. Ну, пустыня. А потом здесь нашли нефть и все изменилось. С тех пор, как потребление нефти в мире стало расти, дела в Катаре пошли в гору. И вот сейчас он занял первое место в рейтинге самых богатых стран. Конечно, в Дохе это ощущается больше всего. Сам город весь новенький, будто пленочку еще не отклеили. Здесь живут сотни богатейших шейхов из семьи Эмира Альтань. Владельцы мировых компаний заезжают сюда, чтобы выпить с ними чашечку кофе, обсудить дела. Тут каждый день заключаются сделки на миллионы долларов. Вы думаете, я ногу качаю? Это я качаю нефть. Мне кажется, что на этот уикенд я стану самым бедным туристом в Катаре. Тут даже маленькая бутылка воды стоит 2 доллара. Ах! Ой, нет, нет, нет. Ну жарко же. Ой, дышать нечем. Город из стекла и бетона за день раскаляется под солнцем намного сильнее, чем пустыня, которая окружает Дох. Автобус из аэропорта приезжает прямо в центр, на Дипломатик-стрит. Гляньте, какую красоту выстрелить! И в каждом небоскребе по нефтяной компании. Это же практически Уолл-стрит! Только без людей. Да, здесь, я вам скажу, вдохи с пешеходными переходами напряженка. Это же, чтобы по правилам перейти дорогу, мне легче вернуться в Киев, там перейти на другую сторону и по той стороне дойти сюда. Все идеально продумано для машин, но для людей, для пешеходов здесь нет ничего. Ну как-то нет ничего для людей. Наоборот. Вдохе достаточно посигналить, когда подъезжаешь к магазину. Сразу же выйдет продавец, примет заказ и все принесет. Не любят катарцы выходить из машин на жару. И в этом их несложно понять. Вот теперь ездить по городу на машине еще комфортнее, прохладно, еще и вкусно. Кнопка просто раскаленная. Ааа! Ааа! Возьми меня в кондиционер! Пожалуйста! У вас есть кондиционер? У меня нет денег. Нет проблем, садитесь. Ну правда? Я могу посидеть, потому что я вообще уже… Говорит, могу посидеть здесь, у него есть кондиционер. Могу посидеть бесплатно пару минут. Здесь так прохладно, а снаружи так жарко, знаете. Сейчас хорошая погода, не очень жарко. Сейчас хорошая, вы сказали. Я был тут, когда было 53, а сейчас всего 40… 40? 42. 42 градуса, о господи. Спасибо. Какой хороший человек! Позволил мне немножко посидеть в кондиционированном помещении. У вас есть кондиционер? Ха-ха-ха! 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 Ах, конечно же, у вас есть кондиционер! Можно я посужу тут у вас пару минуточек? Как вас зовут? Имран. Очень приятно, меня зовут Регина. А вы отсюда? Нет, я из Пакистана. А сколько стоит проехать на пляж? 25 риалов. 25, ага. Я думаю, что я пойду пешком. Благодарю. Пожалуйста. Пожалуйста. Здравствуйте. Как вас зовут? Нишанта. А я Регина. А откуда вы? Шри-Ланка. Откуда? Шри-Ланка! Спасибо, спасибо, вам огромное спасибо. Я из Непала. Класс! Расскажите мне что-нибудь про Непал. Вы тоже заметили, что среди моих собеседников нет катарцев? Из десяти человек, встреченных в Катаре, всего один или два окажутся местными. Избранные. В основном они управляют нефтяными компаниями, банками или ведут бизнес. Поэтому могут обеспечить хорошую зарплату тем, кто готов ради работы приехать в Катар. Мадам, выйдите. Пожалуйста. Раз уж золотая карта сегодня у меня, я выбрала самый шикарный пятизвездочный отель в Дохе. Где останавливаются настоящие шейхи. С И Я надеюсь, что у вас есть в Восточной стране. Я просто даю вам киеву. Спасибо большое. Вот сразу видно, что ты в восточной стране. Все здесь выполнено в стиле арабский шик. Все такое величественное. Большие шикарные люстры, мрамор, позолота, цветы красивые, все такое богатое. И, кстати, вот это вот дерево, оно олицетворяет сам город Доха, потому что в переводе с арабского – Доха – это и есть большое дерево. У меня двухэтажный президентский люкс. Посмотрим, стоит ли он 12 тысяч долларов. Все такое огромное. У меня, знаете, ощущение, что холл отеля еще не закончился. Это продолжение его. Все такое светлое, все такое дорогое. Диваны мархатные, подушки из парчи, обои из кожи, ламинат из мрамора. Красота. Просто шикардос. И это только первый этаж. Даже свой лифт есть. Ну вот здесь уже правда. Комфортнее гораздо, уютнее. Такое ощущение, что ты домой пришел. Спальня. Мне кажется, все шикарно. Вот все шикарно, только спальня какая-то прям мужская. Думали, это все? А нет. Посмотрите, какая ванная. Мне кажется, что любая женщина мечтает иметь такую, чтобы лежать, смотреть вдаль. Я так счастлива, что я ложусь. Буду здесь спать. Мне здесь нравится гораздо больше, чем в той серьезной спальне. Сейчас на улице только я и еще двое безумцев. Где же все люди-то? Ожог первой степени просто. Вот так хочу. Где можно вот так? И чтоб вода со всех сторон. Счастье было недолгим. На такой жаре это помогает ровно на две минуты. О, да! Этот морозный ветер с Аляски. О, да! Круто, правда? Так вот, где вы все! Катарцы в свободное время гуляют по торговым центрам. От одного бутика к другому. Весь день так могут ходить. Потому что здесь есть кондиционер! Не думайте, что катарцы живут так скучно. Еще они гоняют в пустыню на джипах. На джипах взлетайте, пожалуйста! Ту safeguaires где даже. Туфуух... А не что там, правда? Да? Аааа! Ну аааа, кричито-бariansкий шленый... Не надо 해, Agu profits! Что у меня естьayayayayayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaaya... Не черт 3 Borcher, chớка-какияая... Аааа! Не пустяйте, пожалуйста! Экстремальные ребята, эти катарцы. Они просто обожают вот так кататься по пустыне. Тут скучно, если честно, просто ходить. Магазин, магазин, кафешки, магазин, магазин, кафешки. И, собственно говоря, всё. А, ещё есть каток, который я себе тоже не могу позволить. Так, продали опять какого-то футболиста, опять какого-то купили. Гляньте, тут прямо на первой страничке публикуют цены на бензин. А ну-ка, цена на бензин – 1 реал 70 копеек. А 1 реал 70 копеек – это… Здесь бензин в 8 раз дешевле воды. У меня от жары мозги закипели. В арабских странах же всё одинаково. Я тут подумала. С такими низкими ценами на авто. Чего я парюсь? Возьму себе сейчас машинку. Я ведь брала так же машину в Омане. Так, прикинем. Бак бензина будет стоить… Всего 18 долларов. Аренда машины – от 30. А самое дешевое жилье в Катаре начинается от 35 долларов. Еще поесть купить… Можно и в палатке поспать. А че глупая, сижу тогда в торговом центре. Я возьму себе машину. Как заправлюсь бензином. Да как поеду кататься. А что у меня есть? А что у меня есть? А, родная, хорошая моя. А, какая же ты горячая. А, так. А, и ручка горячая. А, и сиденье горячее, господи. Вот оно, счастье по-катарски. Хорошо, теперь хоть можно жить. Поехали. Вот, совсем другое дело. Спокойно можно оценивать все это великолепие. Без риска заработать солнечный удар. Дороги хорошие, пробок нет, машин мало. Просто шикарно. Вокруг меня десятки километров безжизненной пустыни. Можете себе представить? Конца не видно вообще. Мы продолжаем двигаться все глубже и глубже. Скажите, а это очень опасно ехать так далеко в пустыню? Со мной не опасно. А вот одной еще бы. Но из-за чего? Что может случиться? Если поедешь в пустыню одна, без такого опытного водителя, как я, легко можешь попасть в аварию, перевернуться или застрять в песке. А с собой еще нет запаса еды и воды. Нетрудно догадаться, что будет. Мы окажемся на сорокоградусной жаре под раскаленным солнцем без малейшей тени. Телефон в пустыне не ловит. Пытаться дойти до города пешком равносильно самоубийству. Начнется обезвоживание. Через несколько часов появятся галлюцинации. Но я же не просто так сюда приехала. Вот. Вот ради чего. Вы хотя бы раз в жизни видели, чтобы жаркая пустыня соприкасалась с прохладным морем. И это не мираж. Это по-настоящему. На земле всего два места, где океан встречается с безжизненными песчаными дюнами. Одно в Намибии, а второе здесь, в Катаре. Это просто чудо. И в отличие от Намибии, где вода ледяная, здесь можно купаться. Здесь можно купаться. Солнце в Катаре садится рано, около пяти вечера. Температура спадает и город оживает. Люди выходят на улицы, встречаются с друзьями, гуляют с детьми в парке. Если делать все это днем, может и голову напечь. Не все здесь так плохо. Всего лишь за 20 реалов Шихинь и Региня сейчас отправятся в дальнее плаванье. Я серьезно. Всего лишь за 20 местных денег можно поплавать на вот этом катере. Вот это я понимаю. По-богатому кожаные сиденья, персидские ковры, персидский залив. Я Шихиня. Бесценно. Всего-то 20 реалов. Так хочется скинуть платье и прыгнуть в воду. Но без купальника нельзя. Без закрытого мусульманского купальника. И все же есть место, где женщины могут себе это позволить. В отличие от городских пляжей, где даже туристу нужно закрыть большую часть своего тела, здесь можно надеть любимый купальник и отдыхать. Для этого арабские семьи едут не на лазурный берег, где у них есть виллы, а разбивают лагеря в пустынь возле моря и приезжают туда по выходным. Как на дачу. Туристы, если хотят, тоже могут проникнуться бедуинской романтикой и арендовать шатер с кондиционером в кемпинге у персидского залива. Сегодня я буду ночевать в пустыне, как настоящий бедуин. Вот и верблюды спать идут как раз. Ну а все. Вот и верблюды. Вот и верблюды. Так, ну а что? Кажется, застряла. Только я такое дурное могла застрять при въезде в пустыне. Вот только я. Мой спасатель. Спасибо большое. Спасибо. Чтобы я здесь ночью, то сама делала. Спасибо большое. Хоть здесь и пустыня, теплый персидский залив не дает ей сильно остыть за ночь. Можно было бы и попрохладней, конечно. Да, друзья, все-таки город городом. Он, конечно, красивый, прогрессивный, интересный, новый. Но если хочется немножко сказки, отправляйтесь на ночь в пустыню. Смотрите, какая романтика, а. Доброй ночи вам всем. Доброй ночи, друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это я понимаю. Доброе утро. Прекрасное начало нового дня. Рассвет, пустыня. Я прям спала, как дитя, правда. И только вот этот вот ветерок такой, убаюкивающий. Каждый уикенд недалеко от города проходят события, на котором собираются все шейхи. Это место, где азарт просто зашкаливает. Нельзя приехать в Катар и пропустить верблюжьи бега. Если раньше верблюды служили людям для выживания в пустыне, то сейчас они могут сделать карьеру в туризме, победить в конкурсе красоты или выиграть гонки. Гоночный верблюд породы Аль-Хаджин. Длинные мускулистые ноги. Потрясающая аэродинамика. Разгон до 60 км в час за считанные секунды. Верблюжьи гонки — это традиционный спорт шейхов. Трек финансирует не кто-нибудь, а самый мир. Для участия в забеге нужен именно гоночный верблюд. Позволить их себе могут только богатые люди. Подготовкой молодого верблюда к гонкам начинает заниматься еще заводчик. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как тренируют верблюдов? Я лучше просто покажу. По рации я могу давать команды. Серьезно? С ним можно разговаривать. Ребята, благодаря этой рации. И он понимает? Да-да, он все понимает. Я не знала, что верблюды такие умные. Я, конечно, предполагала, но… Перед финишем мы можем использовать робота-погонщика. Раньше на спинах у верблюдах сидели мальчики, чтобы подгонять их. Они мало весили, но часто падали и разбивались. В 2005 году это запретили. И с тех пор здесь используют только роботов. Но он боится. Нет, ничего страшного. Это для скорости. Здесь тоже прохладно. Интересно, сейчас я заказала себе Дохо бургер. Вы никогда не догадаетесь, что это такое. Уверена. Это бургер с верближатиной. И здесь он очень популярный. Попробуем. Само по себе мясо суховато. Верблюд живет в пустыне. Воду получает редко. Поэтому и мясо такое. Знаете, это похоже на полежавшую котлетку. Котлетку сделали позавчера. Она немножко полежала в холодильнике. Это что-то такая сухая. И прям хочется ее полить соусом. И все-таки вкусный. Вот он, старт. По специальному песчаному треку верблюда бегут дистанцию 5 километров. Рядом по дороге едут владельцы и управляют ими при помощи раций и пультов. Следом пытаются угнаться пресса и зрителя. На поле выбегает несколько участников. Все они верблюды. Вперед вырывается верблюд Аркадий. Посмотрите на прическу нашего спортсмена. Ну вот Аркадий начинает обгонять Ахмед. Еще один грациозный участник. Посмотрите, как он браирует между другими верблюдами. Вы думаете, что все это просто ради забавы? За 10 минут стоимость вашего верблюда может вырасти на 200 тысяч долларов. А еще победитель получит крутой тоночный автомобиль. Я приближаюсь, вот обгоняю на своей передвижной студии таких же участников. Хочется задать им несколько вопросов. Дорогие друзья! Говори по-английски. В смысле, извините. Какие ощущения? Отлично! Все супер! Вы побеждаете, как вы думаете? Да! Станете победителями сегодня? Конечно! Удачи вам! Удачи! С развлечениями для бедного туриста в Катаре все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Была бы машина! Я приехала в гости к шейху. О, здравствуйте! Знакомьтесь. Шейх Фейзал. Есть, вы знаете, люди, которые любят собирать монетки. Их называют нумизматы. Есть люди, которые коллекционируют марки. Это филателлисты. А есть люди, которые собирают все подряд. Нет, прям вот вообще все. Вот абсолютно все. Таких называют шейх Фейзал. В отличие от большинства шейхов в Катаре, свое состояние он сколотил не на нефти. Предвидя строительный бум в Дохе, шейх Фейзал открыл компанию по производству цемента и бетона. Мало того, что заработал 2 миллиарда долларов, еще и в список Форбс попал. И теперь он может позволить себе все, что хочет. А хочет он много. Широкой души человек этот шейх Фейзал не спрятал все в своем дворце. А собрал на складе площадью 5 тысяч квадратных метров. И открыл музей для народа. Но 4 доллара за вход все-таки сдирает. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я просто не могу поверить своим глазам. Я иду и у меня челюсть все ниже, ниже и ниже. Вы просто возьмите сейчас и переведите машины в доллары. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А сейчас я хочу передать привет Натали с ее дешевеньким авто. И показать, что такое на самом деле богатая жизнь. Военные тачки, раритетные автомобили, гоночные машинки. Мне кажется, еще чуть-чуть здесь построят третий уровень. 600 абсолютно разных машин крутейших, самых дорогих в мире. И во всех машинах есть ключи. А табличек, что машины нельзя трогать, нет. Это старая скорая помощь. Как тебе открыть? Ой. option. Подбиваются волосы. Аааа! аааа! Уху, разбиваются волосы на ветру. Ммм, класс. Ааа, закрывай, вот. Моя попка сейчас сидит на миллионах долларов. Ну, посидела, по крайней мере, везде. Вау! Какая хорошенькая, одноместная. Это что? Хорошо с золотой карточкой катарского нацбанка. Просто вы понимаете, что для этого человека нет никаких преград, нет никаких лимитов. Просто… Сейчас я хочу… трейлер… трейлер. Сейчас я хочу Форд 59-го года. Может быть Мустанг? Мустанг. А я хочу Феррари. Феррари. Иметь несколько авто в катаре – обычное дело. Пару-тройку машин премиум-классов для семьи, повседневных дел, работы и по-настоящему дорогую для красивой жизни. Вот если у нас шикарная машина нужна для того, чтобы эффектно добраться из одной точки в другую, то для катарцев – удовольствие в самом процессе катания. Они, конечно, просто обожают ласкаться дорогущими, крутыми тачками, возлежать по набережным, например, в районе Перл-катар. Расскажу-ка я вам сказочку, детки мои. Значит, однажды отправился шейх Файсал в великое заморское приключение по Дамаску. И увидел он там дом невиданной красоты. Так понравился ему дом, что вызвал он службу доставки. Домик быстренько разобрали, каждый кирпичик подписали, перевезли в катар, да собрали заново. И теперь этот домик стоит здесь, в музее. Вот и сказке конец, а кто слушал – не переключаемся. Обалдеть можно. Где границы человеческих возможностей, человеческих желаний? Если бы я была нефтяным магнатом, я бы жила здесь, в Перл-катаре. Это отдельный намывной остров. 32 километра набережных и бульвар, отель, пристани, бутики и очень престижное жилье. Цена проекта – 15 миллиардов долларов. Это самый элитный район Дохи и в нем разрешено покупать жилье иностранцам. Самая скромная вилла здесь стоит 4 миллиона долларов. Зато можно подплывать прямо к ней на собственной яхте. Вы видели когда-нибудь такую жемчужину? Она же как мой кулак. Вот этот ковер, привезенный из-за границы, конечно же ручная работа, стоит 250 тысяч долларов. То есть по нему можно топтаться, так ходить, грязными ногами. А теперь вопрос. Сколько же стоит ковер, который висит вот там за стеклом? Уникальность этого ковра в том, что он соткан одной единственной нитью. И он двусторонний. Ну то есть узор не повторяется, он разный с этой стороны и с этой. 15 миллионов долларов. Вы себе представляете сколько это стоит? Если в Катаре закончится нефть, то можно все это продать и жить еще 100 лет нормально. Елки-палки, сколько у него всякого варахла. Моя мама бы здесь навела порядок. К чертовой матери бы все выбросила. Ресторан Нобу – один из самых дорогих в Дохе. Излюбленное место у здешних шейхов. Катарцы веками жили крайне аскетично и ели только то, что давало им пустыня. Верблюжье мясо, молоко, финики. И поэтому своей традиционной кухни у них особо нет. Зато есть деньги, чтобы заказать блюда из любой точки мира. Например, из Франции, Японии и Аляски. Япония. Это тунец. И стоит он столько, будто ты заплатил ему за билеты из Атлантики в Доху. Такой свежий тунец. Господи, какой свежий тунец. Можно еще? Должение следует... Это рынок Суквакиха. Самое демократичное, самое аутентичное и самое пешеходное место в городе. Здесь продают специи, сладости, ткани, золотые украшения. Кажется, будто ты попал на старинный восточный рынок из сказки. Хотя на самом деле, тут все новое. После реконструкции Сукваких стал популярным местом для вечерних прогулок, где турист может увидеть много интересного. Например, Соколиный рынок. Настоящий охотничий сокол стоит просто целое состояние. Класс! Выглядит, правда, смешно, гляньте. На самом деле, это защита, потому что они очень агрессивные. Соколиная охота – еще одно любимое развлечение катарских богачей. И они очень ценят своих птиц. Подумайте только, один сокол прекрасно заменяет и ружье, и собаку. Паря высоко в небе, этот смертоносный хищник высматривает добычу, а потом резко пикирует и ранит ее острым клювом. Это так захватывающе, в пойманную дичь у сокола сразу же отбирают, но взамен награждают его куском мяса. Ага! 500 долларов за птичку? За вот этого небольшого попугая? Хороший. Хорошая птица. Это на секундочку. 16 тысяч долларов за сокола? Это что он должен делать? Нести золотые яйца должен сокол за 16 тысяч долларов. Ну, здесь люди избранные могут себе позволить. Друзья, прячу для вас бутылку от Орла и Решки здесь, в Дохе. Вот они 100 долларов. Потратьте их с шиком и блеском в лучших катарских традициях. Чтобы найти наш клад, отправляйтесь на набережную рядом с отелем «Хилтон». Справа от фонтана, рядом с цветущим деревом, в камнях возле воды спрятана заветная бутылка. Удачи! За два дня в Дохе действительно можно почувствовать себя избранной. Феррари. Увидеть такие богатства, которые и не снились. Она же как мой кулак. А еще отлично провести время, даже если ты не очень богатый. Я шефиня. И побывать в месте, где ад встречается с раем. И это не мираж, это по-настоящему. Счастье по-катарски, счастье все и начнется. Папа-дам, 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 папа-дам. Вот и надо, торчила им, пожалуйста, больше. Бесценно. А всего-то 20 реалов. На поле выбегает несколько участников. Все они верблюды. А кто слушал, не переключаемся. Жара. О, Регина. Аккуратно, аккуратно. Слипкая. Ну где ты так долго ходишь? Я уже здесь в жаркое превратилась. Я вообще не представляю, как ты вынесла эту жару. Потому что ладно, хоть я. Сначала в одной машине с кондиционером. Потом в другой машине с кондиционером. Ты-то вообще как? Я не представляю. А я на своей машине с кондиционером. Что? Машина с кондиционером? Что? Как? Да, оказывается, в одной из самых богатых стран мира все дешево. Дешево? Да? Серьезно? И я здесь помогла тебе позволить практически все. Вот как тебе это удается? Скажите мне, друзья, до свидания. Как опыт? Один номер только 12 тысяч долларов стоил. Понимаешь? Дай мне больше свою золотую карточку на следующую пару программ. И я тебя научу.